Добрый день! Сегодня запишу видео под названием подробная инструкция по сборке женской сумочки. Именно будет инструкция, в которой будет указана каждая последовательность действий, которая необходима будет для сборки данного изделия. И первое, что нам потребуется, это выкройка для сборки нашей сумочки, на которой уже установлен определенный шаг под строчный пробойник. По инструменту. Инструмент. Пробойник строчный шагом 5 мм. Китайский. Слей-экспресс. Раскроечный нож со сменными лезвиями. Нитки. Раскроечный мат. Молоток. Немного фурнитуры для сборки сумки. И сама кожа. Кожа Crazy Horse толщиной 1,8 мм. 2 мм. Итак, давай начнем. Подробно на раскрое самой кожи я останавливаться не буду. На раскрое и пробитие отверстий. Поэтому. Более подробно покажу сам процесс сборки. В какой последовательности буду собирать изделие. Что пришивается к чему. Чтобы не ошибиться. И было все подробно. На выкройке есть специальное центральное отверстие. По которым изделие будет собираться легко. И легко будет определить центр. Между всеми отверстиями. Шаг 5 мм. Между центральными. Шаг чуть увеличен. Для того, чтобы легко. На готовых выкройках. На готовых элементах выкройки. Определить центр изделия. Сейчас размещаю все элементы выкройки на коже. Кожу пробиваю. И раскраиваю. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как вырезали все элементы. А их оказалось очень много. Хоть изделие у нас небольшое. Каждый отдельный элемент помещается на лист формата А4. Почему элементов много? Каждый из наших элементов. Карманов или стенок продублирован. Для чего это сделано? Для того, чтобы наше изделие держало форму. Но. Если мы продублируем его карман. Карман точно такой же кожей с тыльной стороны или с обратной стороны, с изнаночной. То наше изделие получится чрезмерно грубым. И пользоваться им будет не совсем комфортно. И оно будет тяжелое. Для этого дублируем, но вырезаем вот такие вот окна. В эти окна встанет у нас материал подкладочный. В моем случае это джинсовый материал. Джинса. Вот с таким принтом. Вообще подкладочный материал должен быть ситицный или сатин. Что-то такое. Но поскольку в нашем регионе я достойного материала, который бы мне подошел, не нашел. Поэтому будем использовать этот. Сейчас. Что делаю? Беру наше изделие. С изнаночной стороны клею скотч двусторонний по периметру. И позиционирую таким образом, чтобы меня устраивал рисунок, который в результате получается. К примеру, как-то так. Лишнее отрезаю, и потом буду уже между собой изделие соединять. То есть элементы нашей выкрики. И так делаю с каждым. То есть у меня и здесь то же самое. Видно? Я думаю, да. И карман внутренний точно такой же. И обратная стенка. Единственное изделие, которое мы... Не изделие, а единственный элемент, который мы будем дублировать вторым куском кожи, это у нас дно. Чтобы придать ему большую плотность и жесткость. Но и функционал. Сколько мы будем пользоваться этим изделием. Ну, то есть, чтобы за ним было удобно ухаживать в процессе эксплуатации. И оно держало форму. Продублируем наше дно и боковые стенки вот эти за дно. Таким же куском кожи. Еще по поводу материала подкладочного. Поскольку все элементы будут собираться на шов. То есть, сшиваться между собой. И практически ничего не будет клеиться. То в процессе эксплуатации подкладочный материал, поскольку он имеет белый цвет, может прийти, ну, то есть, потерять свой внешний вид. Если за время эксплуатации он вас не будет устраивать, а изделие стирать нельзя, то его можно просто поменять. Разобрать изделие, распороть и снова сшить. Поменяв подкладочный материал. Вот и все. Такая задумка. Значит, изделие можно будет собирать как вручную, так и на машинке. Сейчас, значит, собираю именно подкладочный материал, приклеиваю, пришиваю и, в общем, все покажу. КОНЕЦ После того, как приклеил нашу подкладочную ткань, необходимо пробить по второму разу отверстие по периметру. Для чего это делается? Для того, чтобы при сборке, поскольку будем сшивать вручную, иголка с ниткой легко продевалась в отверстие. Видно? Теперь появились отверстия и на подкладочной части у нас. Следующее, что необходимо, это собрать наше изделие. Начать сборку. То есть, у нас есть карман, который должен пришиться в этой части. А вот обратная сторона кармана. Сейчас необходимо обработать вход в карман. Вот именно в этом месте. Потому что при пришивании его потом к боковой стенке, это сделать будет очень-очень тяжело. Так что сейчас обрабатываю карман, то есть, снимаю фаску по периметру с этой стороны, с этой стороны. Ну и прошью вот в этом месте. Потому что у нас между собой соединяются они здесь швом. Вот так вот. А вот этот шов по периметру уже будет держать наш карман непосредственно на сумке. То есть, снимаю фаску и здесь также, аккуратненько. Вот. И прошиваю эту часть. То же самое будет и с остальными частями. То есть, приступаем к сборке. Ну, сейчас соберу вот этот элемент и покажу, как он будет выглядеть уже в готовом виде. Продолжение следует... После того, как сшил, научился у нас вот такой вот результат. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Сейчас необходимо снять фаску. Еще раз. После того, как обработать наждачки. Да, кстати, по поводу того, как обрабатывать наждачку. У меня есть такое стекло. Это обычное стекло. На него наклеена наждачная бумага. Наклеиваю наждачную бумагу. Я при помощи двухстороннего скотча. Скотч вот такой тоненький-тоненький. Клеится быстро. Легко меняется. Не надо ждать, в отличие от клея, когда клей высохнет. Можно разную зернистость. С одной стороны более грубая, с другой стороны более мелкая. Проходимся по всему периметру. Убираем неровности, торчащие нитки. Ну и дальше снимаем фаску. Снимаем фаску. С одной стороны, с лицевой и с изнаночной стороны. После чего берем сильвер и черним край. Должен получиться вот такой вот результат. Это у нас карман, который будет пришиваться вот сюда. Сейчас швом надо будет прошить и пришить в это место. Но перед этим также обрабатываем весь периметр этого кармана. Так же черню и закатываю край. Сейчас краска подсохла. Закатываю край. Чтобы изделие смотрелось как цельное. Не как будто состоит из двух отдельных элементов, а как будто цельное. Вот сейчас это и надо сделать. Чем можно было бы проклеить, проклеить их между собой. Но, наверное, этого делать я не буду. Соберу так. Думаю, так все получится. Думаю, так все получится. Получился вот такой вот результат. Это у нас карман пришит, получается, в передней части. Внутри там все равно не видно, но, я думаю, видно. Вот. Значит, что не нравится? Не нравятся вот эти вот торчащие нитки. Ну, сейчас что делаю? Беру при помощи наждачной бумаги, наклеенной на стекло. Отгибаю край и просто убираю все нитки. Шарки вот таким образом по периметру. Дальше так же погибаю. Везде не погибается. Снова беру зажигалку и обжигаю все эти нитки. Все. А дальше уже покажу, когда будет готово. Влешние торчащие нитки убрал. Получился вот такой вот результат. Следующее, что делаем это, пришиваем в изнаночную сторону с нашим подкладом. Понял и весь в этом месте шов. Вот он идет. И по нему сейчас необходимо пристрочить. Выравниваем и просто прошиваем. Прошиваем, потом так же обрабатываем периметр. Черним край. В общем, тоже самое операция. Вот такой вот результат в итоге получился. Шов обработан. Шов теперь у нас вход в карман. Черенький, ничего не видно. Ни топорщица, ни борица, ни морщиница. Следующее, что делаю, это работаем. Операцию такую же повторяем, но у нас уже с самим нашим клапаном, который будет открывать и закрывать нашу сумку. Но есть нюанс. Чтобы начать сборку, нам необходимо первым делом прошить вот этот шов. Дело в том, что на этой стороне он есть, а на этой стороне его нет. Если его сделать на этой стороне, то на сгибе он будет смотреться некрасиво. То есть вот так мы сумку будем эксплуатировать, и здесь будет шов. Выглядеть будет это не очень. Поэтому перед сборкой прошиваем первым делом вот этот шов. И нитка будет с этой стороны торчать, а с лицевой стороны ее уже не будет. Для чего это делается? Для того, чтобы в процессе эксплуатации наш подкладочный материал не оторвался. То есть вот эта вот подкладка не оторвалась. Мы ее здесь пришиваем, и шов ее будет держать. Субтитры подогнал «Симон» Вот такой результат получился. Отстрочил, пришил. Теперь соединяем две части, лицевую и изнаночную. Перед этим нам необходимо установить туда замок. Наш замок, вставляет он с собой такую конструкцию, одна часть, другая часть между собой. Они крепятся на винты. Вставляется это все с лицевой части. Вот так вот получается декоративный элемент, который закрывает все. Здесь точно так же. Собираем все, что по отверстиям совпало. Пластинка и винты. Устанавливаем и закручиваем. Замок установил. Работать он должен следующим образом. Раз, два. Вот так вот выглядит. Ну и здесь будет он перегибаться. Неплохой уже и внешний вид получается. Ладно, продолжим сборку. Сейчас, что делаю. Прошиваю наш клапан. Клапан начинаю прошивать вот от этого отверстия. Видно? Вот от этого. И иду вверх сюда. Раз. И здесь заканчиваю. Именно вот тут на этом. Вот на этом вот отверстие. Все остальные швы пока не трогаю. То есть прошиваю периметр. Именно от этого отверстия. Вот так вот. И вот до этого отверстия. Все по периметру. Вот так шью. Раз. И здесь закончил. Такой результат. Утоги получился. Прошил отсюда вот. И по всему периметру. До сюда. Действительно. С этой стороны. Вот такой результат. Что хочу сказать. Поскольку у нас никелированная, хромированная железяка. У нас же замок, да? При прошивании рекомендую его снимать или заклеивать малярным скотчем. Поскольку если он будет у вас тереться о стол, здесь останется царапины. Не очень будет выглядеть на конечном изделии. Сейчас пришиваю ни одной из половин к нашему вот так вот к нашему клапану. нужно получиться в следующем образом здесь и здесь. Как-то так. Прошил эту часть и эта часть. теперь они между собой соединены. То есть это получилось у нас как закрепка, которая соединяет клапан со стенкой нашей нашей сумки. Что следующее будем делать? У нас есть дно и к нему необходимо будет пришить вот такие элементы, которые будут держать вот такие петли. Сейчас обрабатываю периметр, то есть чернем, закатываю край, пришиваю к дну эти петли ну и дальше покажу. Итак, пришил с одной и с другой стороны две наши петли. Следующее, что надо будет сделать, это продублировать наше дно. Дно сейчас достаточно тонкое и если мы будем эксплуатировать наше изделие, то ну во-первых, с таким дном форму держать не будет, вот оно сильно мягкое и лишнее. И второе, это бахтерма, которая у нас есть, она будет непрактична при эксплуатации. Изделие быстро затаскается, поэтому берем, вырезаем вот такой кусок кожи еще и сюда его таким образом размещаем. Будем приклеить его. Приклеиваем его именно сейчас. Почему таким образом объясняю. Сначала мы петли пришили, потом клеим. Если бы мы в обратной последовательности сделали это, сначала бы приклеили, а потом прошивали, то нитки бы торчали бы с этой стороны. Это было бы не совсем красиво. И толщина кожи, которую нам пришлось прошивать, в этом случае гораздо была бы больше. А так будут скрытые швы, внутренний аккуратный внешний вид и функциональные изделия, из-за того, что не будет видно бахтермы и за изделием будет легко ухаживать в процессе эксплуатации. Сейчас приклеиваю, клею на корсар клей. единственное элемент, который будет во всем нашем изделии приклеиваться. Все остальные у нас просто пришиваются. Это и является огромным плюсом, поскольку в дальнейшем можно будет просто разобрать изделие и заменить тот же самый подклад. Я думаю, даже если какой-то из элементов подклады бы приклеивали, то в процессе замены не составило особого труда его оторвать от клей. Итак, сейчас приклеиваю и потом начнем пришивать уже наше дно к боковым стенкам. Элементы склеил, теперь дно у нас продублировано. Здесь петли на месте осталось нам пришить дно к боковым стенкам. И получится у нас уже вот такая вот форма. Форму держит достаточно плотная получилась. Посмотрим сейчас как она будет пришиваться. Сейчас пришиваем сначала наверное эту часть пришью, а потом уже ту или наоборот. Посмотрим. Сейчас определимся в ходе нашей работы. вот что получилось видно да вот так все это выглядит внутри внутри не очень видно в тени получается в общем сейчас пришиваю вторую часть точно так же и все и можно считать что сумка наша почти готова останется только разобраться с ремешком и так сумку собрал собранном виде она выглядит следующим образом так выглядит внутренняя часть полноценный функциональный карман хоть и небольшой с подкладом здесь тоже сумка женская самая простая наверное из всех возможных сумок но тем не менее попытался максимально подробно показать весь процесс изготовления данного изделия выкройку и инструмент который использовал при сборке данного изделия оставлю на них ссылки в описании сейчас занимаюсь изготовлением ремня так подробно показывать как делать ремень не вижу смысла поскольку здесь ничего сложного ну а если все-таки остались какие-то вопросы по сборке можешь смело писать мне в комментарии я на них охотно отвечу что все-таки они как все-таки все-таки